Сергей Топчий почти легенда этого отдаленного Тамбова городка, который любил и в который часто приезжал. Его не стало год назад, но тем, кто его знал, кажется, что душой он до сих пор рядом. Он не то что активное участие принимал в жизни Кольца, он активное участие принимал в жизни из Жердевского района и города. Человек был целеустремленный, человек стремился жить и человек стремился помогать людям. Сергей Топчий родился в Жердевке, учился в этом учебном учреждении и даже будучи генералом-полковником Росгвардии, не забывал о колледже, до последнего помогал ему. Теперь память об этом человеке увековечена на главном входе в учреждение, в этой мемориальной плите. Колледж сахарной промышленности Сергей Топчий любил и бывал тут каждый раз, когда приезжал из столицы. Он посвятил службе в органах всю жизнь, но несмотря на высокое звание. Был очень простым и отзывчивым человеком. Прежде чем войти к сестре, которая живет в городке, он всегда заходился в колледж. И не идет к директору или кому-то, а со школьниками. Что не хватает, пища, тот и тот, все всегда расспрашивал. Понимаете, человек с большой буквы. С большим теплом о нем вспоминали сегодня и те, кому довелось служить вместе с ним. У нас есть в Мичуринском районе детский дом Аистенок. Он также спонсировал данный детский дом. То есть, когда он выезжал с Москвы, иногда, когда мы его встречали в Тамбове, буквально на заднем сидении, очень маленькое место, а все остальное, весь автомобиль был забит мечами, формами и всем остальным. То есть, он столько много подарков вез. С первого у него, как говорится, был маршрут, это Мичуринский район детский дом Аистенок. А потом уже сюда вот в Жердевку привозил тоже подарки детям. Сергей Топчий прожил всего 66 лет и все эти годы были посвящены служению людям. По сути, он стал примером для каждого студента этого колледжа. Примером сильного мужчины, который всегда был готов помочь и поддержать каждого. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей. Продолжение следует...